Предпринимательская деятельность всегда занимала умы многих людей. Однако в кризисное время мало кто решается открыть свое дело. Но те, кто открывали бизнес именно в кризисные времена, нередко в обычное экономическое состояние страны взлетали до небес. Причинами всему являются гены предпринимательства. Такие люди действительно умеют вести дела, находить нужные договоренности между сторонами, даже не обладая каким-либо специфическим образованием. Признаки, которые описаны в статье, помогут разобраться в себе и понять, стоит ли вообще открывать свое дело, есть ли этот ген, или лучше подождать до нужного времени. Сама мысль о предпринимательстве может выдать в человеке подобные способности. Ведь если посмотреть глубже в ситуацию, некоторые бизнесмены вообще начинали свое дело не имея ни работы, ни гроша в кармане. А те, кто живет от зарплаты до зарплаты, кажутся таким людям минимум глупцами, напрасно продающим свои таланты за гроши. Такое суждение о людях свойственно предпринимательскому типу людей. Они могут растратить все деньги с зарплаты, но они найдут способ дополнительного заработка, потому в их карманах есть средства даже в безработицу. Такие люди действительно могут зарабатывать. Причем как удаленно, так и на обычных подработках. Суть в том, что если другие люди скатываются до того, что у них денег не бывает даже на еду, то у бизнесменов тысячи рублей всегда будет. Умение добывать деньги – полезнейший навык для открытия своего бизнеса. Поскольку именно он позволит буквально прочувствовать наиболее выгодный контракт и распознать мошенников, на которых купаются некоторые бизнесмены, благодаря жизненному опыту. Человек, склонный к управленческой и предпринимательской деятельности, не любит подчиняться. К примеру, если руководство на нынешней работе будет недооценивать его, или еще того хуже хамить, то в отличие от серой массы сотрудников. Терпящих такое отношение, прирожденный лидер скорее всего гордо уйдет со своего рабочего места по своему желанию. Нетерпимость к хамству со стороны руководства – одна из основных черт лидеров. Но в отличие от остальных, они не побоятся уйти с работы, им труднее терпеть такое, зная, что в одиночку они добьются большего и с большим уважением к себе. Здоровая конкуренция для таких людей – не новость. Кстати, психологи отмечают, что те, над кем издевались или дразнили в школе и других коллективах, легче переносят конкуренцию. Вероятно, сама жизнь готовила их к предпринимательской деятельности. Умение видеть конкурентов и закаленный с детства характер у таких людей не позволяет им опускать руки. В то время, когда совсем новички в подобном деле просто тонут в море конкуренции, не в силах выдержать наплыва. Эти признаки способны помочь человеку в принятии важного решения. Не стоит следовать общественным стереотипам касательно внешности образования и так далее. Если есть уверенность в своих силах, почему бы и не пустить их на благое дело? Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.